Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы приветствуем вас в тележурнале Кузбасский Ковчег. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 И что Господь нам дарует долгих лет жизни на этой земле. Ну и самое главное, конечно, в будущем. Аминь. Да! Многоплановая культурно-просветительская программа – одно из главных отличий православной выставки от других подобных мероприятий. Только за первых два дня работы 8-й международной православной выставки-ярмарки «Святая Русь. Великая Россия» посетители и участники смогли побывать на втором региональном фестивале «Рождественский вертеп» и на уникальном концерте. Эти мероприятия проходили в очень уютной и камерной атмосфере, где и артисты, и зрители чувствовали себя буквально как дома. Концерт, организаторами которого стали сотрудники Кемеровского епархиального управления, посвятили предстоящему Рождеству и памяти Николая Чудотворца. Зачином стал тропарь в музыкальном обрамлении, посвященный святому, по одной из гипотез, ставшему прототипом Санта-Клауса. Санта-Клауса Уникальность этого концерта заключалась в том, что в нем приняли участие не только атеисты и верующие, но и представители разных конфессий, православные священники и сотрудники католической миссии из самых разных стран. Для сестер Натальи Изепи и приехавших в Кузбасс из Польши и Индонезии, соответственно, Сибирь становится намного теплее благодаря именно таким праздникам. Мы здесь для этого, чтобы именно молитвой обнять всех, которые здесь находятся, которые уже здесь там внизу рядом, потому что мы все одна семья и все стремимся к одному, к Господу, который нас сильно любит и которого принимает каждого человека безусловно. Песни на музыку Генделя и других классиков, польские калятки, в репертуаре гостей из католической миссии были как популярные мелодии, знакомые нам по многочисленным фильмам о Рождестве, например, «Ночь тиха» и «Ночью святую», так и малоизвестные народные песни. На вопрос, нет ли религиозных разногласий в таком творческом сотрудничестве, организатор концерта Сергий Веремеев ответил. Однажды к Христу подошли ученики и сказали, вот там ходит человек и твоим именем изгоняет бесов, запрети ему, он же не с нами, понимаете? И Господь сказал, чтобы они его не трогали, чтобы они оставили его в покое, понимаете? Вот католики-христиане радуются Рождеству Христову, радуются, как и мы. Я думаю, что здесь всем находясь в зале было и приятно услышать и знакомые наши православные калятки в исполнении католиков. Вот, поэтому это был концерт, посвященный радости Рождества. Может быть, конечно, хотелось бы, чтобы было бы еще праздничнее, еще более феерично, но получилось очень по-домашнему, получилось очень трогательно, тепло, и это самое главное. Свои творческие работы зрителям представили и давние друзья Кемеровской епархии, художник-постановщик областного драмтеатра, поэты Барт Сергей Тарханов и лидер известной в Кузбассе группы «Затмения» Александр Лапецкий. Песни, которые исполнили эти артисты, не были духовными в прямом смысле слова, но душевно рассказывали о жизни, вере и любви. Песни, которые исполнили эти артисты, не были духовными в прямом смысле слова, но душевно рассказывали о жизни. Песни, которые исполнили эти артисты, не были духовными в прямом смысле слова, но душевно рассказывали о жизни. Жизнь кого-то, детей, где в доме, потому что тоже под егидо-епархией мы такие вещи практиковали. Ну и вообще, Рождество – это такой праздник, который позволяет людям как-то объединяться. И вот здесь, что наглядно показано, люди совершенно разных возрастов, разных даже конфессий. А тут есть момент о чем-то подумать, потому что люди поют не просто, что попало, а поют что-то осмысленное. А у нас так мало сейчас в плане искусства осмысленного. Ребята, при часах, девчата, при северах, живите, при северах, сейчас любите, при всегда. Любите, при свечах, танцуйте, долгой, живите, при сейчас, любите, при всегда. Виктория Курзанцева 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 Конечно же, удивились месту вертепу, но они почувствовали благодать и дарят новорожденному золото как царю, ладан как первосвященнику и смирну как человеку смертному. Причем, обратите внимание, что здесь изображено Дева и Богомладенец сидят на престоле. Конечно, это не соответствует исторической действительности, но зато подчеркивает истинное значение данного события. Затем здесь показывается, как волхвы спят, им во сне является ангел и говорит не возвращаться к Ироду, ибо тот ищет души Богомладенца. И они уезжают к себе на родину другой дорогой. Но о том, что произошло далее, мы расскажем в следующей передаче. Всего вам доброго. Дорогие телезрители, нам важно ваше мнение о нашей программе. Пишите и звоните нам. Всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok